С детства я видел, как Леор молится. Он молится увлечённо от всего сердца. Я не знаю, существует Бог или нет. Но если Бог существует, то Леор к нему ближе всех, кого я знаю. Когда мы с Деворой услышали диагноз Леора, синдром Дауна, мы оба заплакали. Мы оплакивали надежду, оплакивали возможности. Ты всегда возлагаешь надежды на ребёнка, успехи, достижения. Но вдруг понимаешь, что всё будет не так, а как, не знаю. Леор, как по-твоему выглядит Бог? Бог есть Бог. А у Бога есть цвет или запах? Нет. Бог похож на человека? Нет. К чему, по-твоему, Бог прислушивается больше всего? К молитвам. Поэтому ты так любишь молиться? Да. А ты можешь объяснить? Это очень интересная мысль. Нет. Неинтересно? Интересно, но я тебе не скажу. Мне повезло. Полагаю, многие так не считают. Но когда я сижу рядом с Леором и вижу, как его сердце раскрывается навстречу Богу, я чувствую высшее, высшее благословение. Для меня тайна, почему ему так сильно нравится молиться. Когда вы выходите замуж за мужчину, вы осознаёте, что он не ваш. Он принадлежит не только вам. Вы не можете ожидать настоящей любви. Вам приходится делить его с Богом, с пророком, с другими женщинами. Вы отказываетесь от потребности в физическом общении со своим мужем ради будущей загробной жизни. У меня было две матери, и они были сёстрами. Моя мама говорила, что было ужасно осознавать, что твой муж ходит в спальню к твоей сестре. Для неё это было мучением. И это отражалось на всей её жизни. Вы там только для того, чтобы рожать детей. Вы не можете рассуждать, у вас нет права голоса, нет образования. Вам приходится с этим мириться. А что ещё остаётся делать, если у вас пятнадцать детей? О, молодёжь! Мужчины становятся богами, а их жёны – небесными матерями. Я собираюсь приехать в Крик и вызволить оттуда мою маму. Она хочет начать свою жизнь сначала. Я не знаю, как всё это будет. Мама хочет найти повод, чтобы выйти за молоком или чем-то ещё, сесть в большой фургон и встретиться с нами. Позвони ему, скажи. Вам нужно только позвонить. Что она хочет остаться здесь. Ей нужна защита. И она не хочет с ним больше общаться. Вы не хотите с ним говорить? Да, я не хочу говорить с ним. Это ты? Она остаётся. Она не хочет иметь с тобой ничего общего. Она решила. Ты слышишь? Он приедет. Она не хочет с тобой говорить. Выведи её и постой здесь. Она не выйдет. Ты достаточно им попортил жизнь. Она не выйдет. Зачем ты ей сказал, что у неё заберут детей? Зачем? Я не буду тебе отвечать. Я хочу услышать, как она скажет «нет». Она не хочет. Вы отвечаете только перед собой, потому что вы всемогущий? Нужен шериф по адресу 3555 из Силвер Крик. Внутренние беспорядки. Я не знаю, есть ли у него оружие в машине. Но он сделает всё, что сможет. Он будет тащить её обратно, против её воли.